Деньги поделены. Проект бюджета города на будущий год избранники народа утвердили, а вот вопросы по поводу распределения финансов у горожан остались. Таланты надо поддерживать, бездарности пробьются сами. Порядка 600 тысяч выделили из городской казны на поощрение талантливой молодежи в Обнинске в этом году. На связи с полицией. Обнинские полицейские провели встречу с городской общественностью и рассказали о мерах предосторожности, которые необходимо соблюдать как в празднике, так и в будни. И теперь подробнее об этом. Вчера в здании администрации города состоялось пятое официальное заседание депутатов Обнинского городского собрания. Одним из главных вопросов для избранников народа стало утверждение проекта бюджета в первом чтении на 2016 год. Учитывая, что проект областного бюджета депутаты ЗАГС собрания в первом чтении уже утвердили, интриги по поводу утверждения главного финансового документа Обнинска на будущий год не было. О доходах и расходах депутаты на заседании комитетов говорили уже в течение месяца, поэтому на этот раз многословностью избранники народа не отличились. И вся процедура свелась к простой формальности. Утвердить основные характеристики бюджета города на 2016 год. Общий объем доходов бюджета города в сумме 3 млрд 243 млн 917 тысяч рублей. Общий объем расходов бюджета города в сумме 3 млрд 441 млн 622 тысяч рублей. Дефицит бюджета в будущем году будет максимально допустимым – порядка 200 млн рублей. И здесь администрации предстоит потрудиться, чтобы статья доходов на бумаге совпала с реальными поступлениями в казну. Большое беспокойство сегодня вызывает увеличение количества неплательщиков, арендаторов муниципальных нежилых площадей и земли. И даже суд не всегда может помочь выбить из них законные городские деньги, так как немалая часть должников – банкроты. Рекомендовать администрации города более эффективно использовать имущество, находящееся в муниципальной собственности для увеличения доходов бюджета города. А вот расходов у города в будущем году будет немало. Во-первых, муниципалитету предстоит вложиться и закончить работы по реконструкции очистных сооружений. Да и город в лесу обходится в копеечку. Ведь часто в городе вырубают сухие, аварийные деревья. Так, например, только недавно спилили 154 дерева в 39-м микрорайоне. И это еще не предел. Соответственно, на основе этого решения зеленой комиссии было разрешено выпущенное постановление администрации города от 15-го, 10-го, 15-го года о сносе деревьев на территории приближающих за ним 100 по проспекту Марца. Также в большом количестве будут вырублены сухие деревья на территории физико-энергетического института, которые считаются пожароопасными. И за каждое вырубленное дерево муниципалитету предстоит заплатить. Кстати, одним из предложений публичных слушаний было увеличение расходов на городские леса. А поскольку это предложение подкреплено судебным решением, город попросту обязан изыскать средства. Впрочем, эта работа финансистам администрации и депутатам еще предстоит. Накануне утверждения бюджета во втором чтении избранники народа должны будут проработать возможные решения для финансирования предложений горожан. Анастасия Вечка, Олег Логинов, телекомпания Обнинск ТВ В 13-й раз Первый наукоград России проводит конкурс на присуждение городских стипендий студентам, аспирантам и молодым специалистам. В этом году заявку на получение стипендий подали порядка 50 человек. 33-м лучшим из них вчера официально подтвердили право получать деньги от города за свой ум. На оглашение результатов конкурса, которое прошло вчера в городской администрации, побывал и наш корреспондент Анастасия Вечкаева. У нас было более 150 анкет на входе, потому что ребята собирали анкетные данные от себя, они были подтверждены деканатами, преподавателями, научными руководителями. Но в итоге к финишной прямой дошло около 40 человек. 47 заявлений рассмотрела в этом году конкурсная комиссия. Лучшими из лучших оказались более 30 человек. Студенты, аспиранты, молодые преподаватели вузов города Обнинска. При рассмотрении кандидатур мы рассматривали не только, как ребята учатся, но и как они участвуют в общественной жизни института, какие они выполняют социально значимые проекты, какова их роль в научной исследовательской деятельности, какова их публикационная активность. Это те параметры успешного ученого, успешного человека, которые характеризуют на сегодняшний день высококвалифицированного специалиста. Если кузницы кадров талантливых студентов уже много лет выступают и АТ, то аспиранты представляли разные институты. Кто-то направил свой ум в атомную отрасль и выбрал физико-энергетический институт. А кто-то вовсе показал незарядные знания в области сельхозрадиологии. Суммы стипендий тоже были разные. Если начинающие студенты могли рассчитывать на 8 тысяч рублей, то их преподаватели поощряли уже 28 тысячами. Это такая хорошая возможность, такой большой подспорье. Единовременная стипендия, достаточно крупная сумма. И главное, что эти деньги победители могут расходовать на любые цели. Кто-то приобрести миллион алых роз, а кто-то на дальнейшее продвижение своих проектов. Ну вообще, наверное, скорее всего, это такие чисто бытовые цели. Возможно, на развитие своего проекта. Хотя сегодня финансовая ситуация в городе тяжелая, поощрять талантливых ребят просто необходимо, уверены в администрации. Ведь таким образом можно привлечь молодежь в науку. И деньги, выделенные из бюджета города сегодня, вернутся в обмиск в будущем в виде научных открытий. Я к этому иду, потому что я все-таки сначала еще на обучающейся стадии. Но надеюсь, в будущем принесу немало вклад, хотя бы для Калужской области как минимум. Стипендии молодым дарованием город выделяет уже 13 лет подряд. За это время участие в конкурсе приняли более 400 обнецов. И с каждым годом количество конкурсантов увеличивается. А это значит, что и в следующем году молодые умники и умницы вновь поборются за городскую стипендию. Анастасия Вечка, Валик Логинов, телекомпания Обниск ТВ. Чуть более 20 дней осталось до наступления Нового года. Накануне праздника в городском отделе внутренних дел встретились с представителями ТОСов. Городской общественности рассказали о том, какие преступления сегодня преобладают в Первом Наукограде и о том, как следует вести себя в предстоящие праздники. Работа ведется непосредственно с гражданами. От этого и эффективность работы участкового зависит во многом. Сейчас в связи с тяжелой экономической обстановкой в стране зарплаты уменьшаются, а цены растут. Такое положение дела отражается и на количестве преступлений. Вот уже много лет кражи занимают лидирующие позиции в криминальной сводке. Сегодня воруют все, начиная с ценностей в квартирах и машинах и заканчивая кражами с общих лоджий. Если в предыдущие годы кражи велосипедов носили сезонный, характер, то в этом году воровать двухколесный транспорт продолжают и зимой. Следующими по статистике идут бытовые преступления, мелкое хулиганство и появление в нетрезвом виде в общественных местах. И здесь в работе полиции могут помочь горожане. Вы тот костяк, как говорится, нашего помощи в профилактике совершения преступлений. Почему я вам об этом и говорю? Потому что многие из вас, во-первых, не только являются представителем ТСЖ, ТОСов или старших по подъезду. Соответственно, вы в этих домах проживаете. Как-никак вы знаете эту проблему изнутри, то, что у вас происходит. Взаимодействие будет двусторонним. Работа полиции с населением строится по принципу – предупрежден, значит вооружен. Участковый доведет, что совершено на, грубо говоря, административном участке. Это кварталь, либо дворе, что вы будете знать, какие совершены преступления, на что обратить внимание. В то же время там можно озвучить участковому вопросы, которые, грубо говоря, либо не сообщали, либо стоит поднять, либо обратить внимание. Скорее всего, такая встреча пройдет уже в новом году. А вот вопросы, на которые горожане хотели бы получить ответы, озвучены заранее. Меня вопросы интересуют. Первый вопрос – знаем ли мы участкового? Нет, не знаем. Бельдом. Игровой салон, компьютер. Если не ошибаюсь, в старейшем городе. Ночь, полночи, если не ошибаюсь, в круглосуточном. Совершенно лифт не играют. Это вообще, насколько законно, незаконно. Зарегистрированы иностранными иностранными гражданами. Накануне праздника полицейские еще раз напомнили горожанам, что они должны проявлять особую бдительность и обо всех подозрительных предметах тут же сообщать в полицию. Елена Кисина, Олег Клогинов, телекомпания Обнинск ТВ. О том, какие преступления происходят в Обнинске ежедневно, горожан информируем и мы. Вот и сегодня наши коллеги из редакции программы «Экстренный выезд» подготовили свою криминальную сводку вчерашнего дня. В 16.30 в одном из супермаркетов на улице Курчатова с сотрудниками охраны была задержана женщина, которая, взяв две бутылки геля для стирки и банку алкогольного коктейля, не оплатив, прошла мимо кассовой зоны к выходу. Сотрудникам полиции данная гражданка уже знакома, так как уже не раз привлекалась к ответственности за аналогичные преступления. Следующая кража произошла на улице Листопадная. Злоумышленники, воспользовавшись отсутствием хозяев, взломали пластиковую дверь с торца дома. Деньги, золотые украшения, цифровая техника и дорогой алкоголь – все это показалось мало злоумышленникам. Поэтому вывезти на ограбленное они решили на хозяйской машине. Общая сумма ущерба, включая иномарку, составила 900 тысяч рублей. Сейчас сотрудниками полиции проводятся все необходимые мероприятия по поиску преступников. Тем же вечером на трассе М3 Украина дорогу не поделили две легковушки. Водитель мини-вена марки «Форд», который двигался со стороны Белоусова, заезжая на круг, не уступил право приоритетного проезда отечественной пятерки, которая ехала со стороны областного центра. По всей видимости, мужчина за рулем иномарки не разобрался в правилах проезда. Автомобили получили сильные повреждения. К счастью, никто из людей не пострадал. Сегодня в России отмечается День Героев Отечества. Эта памятная дата имеет свою историческую подоплеку. 9 декабря 1769 года императрица Екатерина II учредила высшую имперскую военную награду – Орден Святого Георгия Победоносца. В 2007 году российские парламентарии вышли с идеи возрождения этой памятной даты. И сегодня в этот день чествуют героев Советского Союза, героев Российской Федерации, кавалеров Ордена Святого Георгия и Ордена Славы. По-новому преподавать детям историю решили и в соседнем Малорославце, и провели флэш-боб. В День Героев Отечества около полутысячи школьников выстроились в 13 букв, обозначающих название города, и отпустили в небо воздушные шары. Все участники, все школы откликнулись, все дети попытались максимально собраться. И в течение 30 минут мы выстроили название нашего города. А вот Обнинск присоединился к другой всероссийской акции. Здесь нестандартно подошли к знакомству с классикой литературы. Понравившиеся отрывки бессмертного романа Льва Толстого «Война и мир» вчера читали в городской библиотеке номер один, которую в народе называют попросту стекляшка. Прикоснуться к классике решили и наша съемочная группа с корреспондентом Еленой Кисиной. Стартовала всероссийская акция «Читаем Толстого вместе». И, в общем-то, библиотеке совершенно добровольно захотелось поддержать, тем более мы имеем к книге самое непосредственное отношение. К акции библиотека подготовилась основательно. Классическая музыка, фильмы про Льва Толстого, экранизация его книг и, конечно же, томик великого романа «Война и мир» на каждом столике. Полк рявкнул. «Здравия желаем ваше господство!» И опять все замерло. Сначала Кутузов стоял на одном месте, пока полк двигался. Потом Кутузов рядом с белым генералом, пешком, сопутствуемый свитой, стал ходить по рядам. Потому как полковой командир сальтовал главнокомандующему, впиваясь в него глазами, вытягиваясь и подбираясь, как наклоненный вперед ходил за генералами по рядам, едва удерживая подрагивающее движение. Желающих прочесть классику в этот день в Обнинске было немало. Огорчает одно – среди чтецов практически не было молодежи. И эту ситуацию библиотекари связывают прежде всего с тем, что в юном возрасте очень сложно постичь всю глубину произведения. Люди, в общем-то, в городе к Толстому относятся неравнодушно. Конечно, больше люди старшего поколения. Но это, наверное, естественно. Потому что мы сегодня говорили об этом. К роману «Военная мир» человек возвращается всю свою жизнь. Немало действий исторического романа происходило на Калужской земле. Оно и понятно. Решающие события войны 1812 года произошли недалеко от Обнинска. Но те, кто читал роман в этот день, выбирали эпизоды, которые отражают метание души героев, актуальные сегодня. Он ничего не делал, ни о чем даже не думал и не успевал думать. А только говорил, с успехом говорил. То, что он успел прежде обдумать в деревне. Он иногда замечал с неудовольствием, что ему случалось в один и тот же день в разных обществах повторять одно и то же. Но он был так занят целые дни, что не успевал подумать о том, что он ничего не делал. Читать бессмертное произведение на публику, как уверяет Вячеслав Наруков, было несложно. Ведь в зале собралась команда единомышленников. Тех, для кого слова Толстого во все времена не были пустым звуком. Сегодня это здесь целый праздник. Звучит музыка, играет скрипка. И собрались люди, которым это интересно. И поэтому читать в этом обществе было немного волнительно. Но я думаю, что неплохо справился. Читать роман-классика, повествующий о войне и мире 1812 года, в Обнинске будут дольше, чем во всей России. Вместо четырех дней на чтение бессмертного произведения в нашем городе отвели целую рабочую неделю. Пять дней. И эту хорошую традицию в городе собираются продолжить. Ведь в русской литературе есть еще немало произведений, читать которые полезны для ума и приятны для души. Особенно в хорошей компании под чай с вареньем. Елена Кисина, Евгения Никитина, Олег Логинов, телекомпания Обнинск ТВ. Всероссийский турнир по плаванию «Кубок Александра Попова» проходил в Екатеринбурге с 3 по 6 декабря. Более 500 спортсменов из 62 регионов России и стран ближнего зарубежья приняли участие в этих стартах. Своих пловцов на соревнования отправила и Калужская область. Копилка медалей обнинских спортсменов пополнилась и в этот раз. Первым на дистанции 50 и 100 метров брасом пришел обнинец Владислав Герасименко. Буквально в спину ему душал другой обнинский пловец Михаил Мухадинов. На этих дистанциях мальчик завоевал серебро. Правда, без победы Миша на турнире не остался. На дистанции 200 метров обнинский брасист Михаил Мухадинов взял золото. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА И это все, о чем мы и наши коллеги хотели рассказать вам сегодня. Программа новостей выходит на нашем телеканале 5 раз в неделю по будням в 19.00. Если у вас есть свежая информация, звоните телефон нашей редакции 39 44 33 2. Мы прощаемся с вами до завтра. Всего вам доброго. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин